всем привет из солнечной греции с вами юля и сегодня я хочу повышевать вместе с вами мою работу мою вышивку на крылечке и также хочу ответить на вопросы тега азарта вышивки у меня здесь все уже подготовлено поэтому сразу приступаем я к процессу вы я надеюсь тоже будете что-то вышивать и сами побеседуем на эту тему азарта вышивки ну и так сразу первый вопрос ты азартный человек ну здесь нужно во первых мне кажется разобраться с самим понятием азарт азарт на человек азарт вообще это такая эмоция которая связанная с ожиданием какой-то прибыли успеха это все связано с случаем с игрой с риском обязательно с каким-то с какой-то опасностью в результате чего человек ожидает получить какую-то прибыль вот это вот азарт если это переносить на вышивку то у нас здесь никакого риска нет и прибыль мы никакую получить не ожидаем до играют наши процессы если смотреть по жизни то я абсолютно не азартный человек я обхожу стороной все различные лотереи его и горные дома не знаю казино все что угодно я прекрасно понимаю что это не моя стихия я не полагаюсь на случай а а предпочитаю честно трудиться и приносить пользу обществу и получать за это вознаграждение вот поэтому я абсолютно не азартный человек но то что касается вышивки соответственно тоже я не азартный человек мне кажется здесь просто не совсем корректно подобран термин нужно найти здесь другой какой-то термин и если честно на ум не сейчас ничего не приходит но мне нравится играть с вышивкой да это немножко наверное другое будет понятие как бы игра с вышивку и с вышивкой мне нравится и в данном случае вот сп наши все это своем роде игра и стимул ну и следующий вопрос вытекает до сразу же ты участвуешь вышивальных играх или сп да я участвую раньше я вообще был очень таким активным участником сп и участвовала во всех сп но если вернуться далеко далеко в 2013 год когда рукодельный youtube только зарождался блогеров было немного подписчиков у нас было тоже зрители немного все это дело только зарождалось и 1 сп они проходили знать вот под большим таким пристальным наблюдением всех нас мы следили внимательно у кого какие продвижения что как идет и я помню наши первые сп я во всех участвовала мне очень очень нравилась эта игра ну потом youtube разросся и спы сейчас идут сплошь и рядом ну и конечно же и так же и я являюсь не только участниками являюсь и организатором сп данное промежутке времени идет сп моей любимой коты 2 который этот сп я организовала и мы проводим его и на youtube и вконтакте то есть кто то из блогеров кто ведет свой канал может снимать видео а если девочки кто то не ведет свой канал просто читываются вконтакте и я делаю уже совместный отчет по фотографиям показываю наше продвижение за месяц и вы знаете сп стимулирует очень очень стимулирует поэтому я люблю участвовать в сп организатором у меня какого организаторов мало опыта и конечно организатором быть намного сложнее так как нужно и быть и участником причем дисциплинированным постоянно отчитываться до показывать хороший пример вот ну и во вторых конечно нужно стимулировать и других участников собирать материал сделать сводный отчет все это занимает время и понимаете мы все люди у нас бывают разные жизни ситуации когда ну как бы не хватает на это время и тем не менее нужно быть всегда в струе нельзя как бы отклоняться от намеченной цели и это плюс потому что таким образом работы вышиваются как бы ни было сложно хотя бы немножко хотя бы совсем небольшое количество крестиков но тем не менее работа будет вышиваться вот за это я люблю сп потому что они не дают зачахнуть работе работа будет продвигаться так следующий вопрос ты был орган ты был организатором игры в отюрке сп ну вот я сразу же я ответила на второй вопрос вот для организатора у тебя как организатора присутствовал коммерческий интерес ну какой тот коммерческий интерес конечно же нет коммерческого интереса здесь абсолютно быть не может здесь единственный интерес у нас у вышивальщицы как совершить работу как ее отшить не отложите и чтобы она не ушла в долгострой возможно на других тематических каналах он на youtube и есть какой-то коммерческий интерес но так как у нас наши каналы только о нашем хобби ну здесь никакого коммерческого интереса просто быть не может поэтому все у нас здесь на добровольных основах и просто все ради интереса ради хобби поэтому совместный проект создается с целью вышить как какую-то работу и самое главное и вышить чтобы она не ушла в долгострой не так как у нас мы начинаем и бросаем а чтобы что-то дошить чтобы что-то завершить и вот этот совместное совместный дух такой дух команды он помогает именно не споткнуться не зачахнуть и не отложить работу а вот вышивать вот и сейчас я вышиваю моих котов если бы не совместный проект честное слово я бы ее уже отложила переключилась бы на что-то другое и все но так как здесь совместный проект я себе уже ставлю планы и не позволяю себе таких вольностей забросит работу и меня это стимулирует потому что я знаю что в любом случае даже если я чуть-чуть опоздаю но я эту работу завершу весну мне будет готовая работа это же какая красота да наверное много бы работ совместных проектах я не смогла вести но вот одно вести очень очень даже эффективно по крайней мере одна работа большая небольшая не знаю но она точно завершится следующий вопрос ты с каждым участником знакома ну как знакома ну в общих чертах да знакома но я не могу сказать что прям вот такие дружеские отношения и хорошо мы знаем друг друга участников ведь много и со всеми общаться полномерно невозможно не хватает времени но основные как бы данные об участниках я знаю и я думаю что это не обязательно входите в тесный контакт потому что у нас здесь группа по интересам нам хочется просто вышивать да и стимулировать друг друга на продвижение наших процессов так конечно всегда находят люди близких себе по духу по интересам людей и сближаются появляются более дружеские отношения ну со всеми я думаю это просто физически даже нереально сдружиться и со всеми вот общаться ну очень-очень так сказать на постоянной основе и глубоко да с данные отчеты вдохновляют тебя конечно вдохновляют когда есть активность и есть отшивы есть готовые работы проекты продвигается эти отшивы и все отчеты продвижения они не только меня вдохновляют но вдохновляет конечно и новых участниц мы вдохновляем друг друга своими прогрессами что-то мне сегодня горло садится разболелась я в этом году никак не могу собраться так следующий вопрос когда участники забывали сдать отчет что ты чувствовала ну что тут почувствуешь ну это же жизнь у нас у всех различные текущие свои дела дети работа заботы вышивка это наша игра это наше хобби ну если не получилось у кого-то отчитаться значит у человека не было возможности я отношусь к этому с пониманием есть люди забрасывают СП на ранних стадиях это всегда так бывает загораются подают заявку потом остывают тоже такое бывает ну что как говорится здесь нет какой-то обязаловки здесь все на добровольных основах настроение меняется все может поменяться поэтому отношусь с пониманием но когда есть активность когда кто-то вышивает активно продвигает работу вышивать много работ это конечно меня очень-очень вдохновляет очень меня радует и я с большим вниманием отношусь к тем участникам которые постоянно отчитываются и ведут несколько работ ну много работ вышиваются в местном проекте конечно эти люди достойны особого как бы уважения за их активность каким образом ты заинтересовываешь людей участвовать в твоем проекте да конечно интерес нужно всегда поддерживать и стимулировать особенно когда проекты длится несколько месяцев и все мы склонны начинать уставать хочется уже что-то другое и нужно поддерживать интерес ну у нас во-первых идут в группе вконтакте игры в которых участвуют только работы совместного проекта поэтому мы их можем продвигать участвуя в различных играх во-вторых по окончанию совместного проекта будет проведен розыгрыш и я приготовила несколько подарков один подарок у нас будет тот магазин и клубок желаний это там тигренок такой который на планете лежит забыла как называется дизайн дизайн дименшинс вот а второй подарок я приготовила уже от себя я недавно показывала видео это равномерочка лавандового цвета ну и приятные дополнения кулунчик ножнички такие всякие мелочи интересные приятные я думаю что у нас много стимулов и поэтому у нас очень-очень хорошо продвигаются наши работы для участников ты выбираешь СП с подходящим для тебя правилами или по другим причинам ну вот как я выбираю СП где участвовать во-первых это должна быть тематика которая меня интересует то что я хочу вышивать поэтому самая главная для меня тематика во-вторых конечно же я смотрю на правила участия если там очень сложные какие-то правила то я скорее всего откажусь ну а если правила простые я с радостью и с удовольствием принимаю всегда участие в СП что еще какие еще могут быть основные основные моменты это конечно же тема которая меня бы заинтересовала дать мне минуточку припаркую ниточки так организатор СП для тебя учитель наставник или даже незнакомый тебе человек кто такой организатор ну в основном я мой круг общения по вышивке это YouTube поэтому мы мало-мальски все друг друга знаем да как блогеров мы не знаем друг друга как людей но как блогеров мы друг друга знаем вот и если я вступаю в какой-то совместный проект то этот человек для меня он является вдохновителем да то есть своим настроем своим совместным проектом человек меня каким-то образом вдохновил зацепил и мне хочется присоединиться и как бы так вот в виртуальном месте вышивать на какую-то тему либо какой-то процесс да вот поэтому для меня этот человек является вдохновителем вдохновителем как относишься к обязаловке сдачи отчетов ну вот как раз для для обязаловки и создаются совместные проекты чтобы обязательно вышивать иначе если просто мы будем создадим совместный проект и давайте девочки отчитывайтесь и вообще делайте что хотите никакой организации никакого порядка ну и смысл в этом совместном проекте правильно совместный проект это значит обязаловка организация нужно себе себе давать пинки не хочется вышивать эту работу ну хотя бы сто крестиков нужно вышить нельзя так сказать расслабляться и чахнуть вот поэтому в этом-то и смысл пинки и пинки и как говорится в одной из наших поговорок решительный шаг вперед это хороший пинок сзади без пинков нам никак нельзя ну я имею ввиду вообще в жизни мы сами себе тоже отдаем эти пинки виртуальные себя как бы так настраиваем на что-то организовываем себя все нужен какой-то стимул обязательно стимул и организация на самом-то деле на самом-то деле и если вы посмотрите на свою жизнь все чего вы добились это благодаря тому что вы захотели и организовались поэтому и сп это желание и организация вот на этом и держатся все сп мне это очень-очень нравится я понимаю что мне хочется продолжать и вести и участвовать в сп потому что это действительно помогает вышиваться работа так поехали дальше твое мнение о вышивальных пинделях ну вот про пинделя мы уже в общем-то и сказали как тебя заинтересовать для участия в сп ну тоже мы это уже поговорили в общем-то на эту тему как заинтересовать нужно интересный проект то чтобы меня заинтересовала какая-то тематика это вдохновение потому что все таки это наше хобби поэтому здесь нужно вдохновение и так же хочется вопросы закончились как-то я быстро ответила на этот тег не знаю ну ладно мне хочется с вами обсудить еще вот такую вот тему по сп наш совместный проект мои любимые коты 2 будет завершен 20 февраля мы довышиваем уже наших котов и на этой теме я думаю уже мы успокоимся но мне понравилась наша игра понравилась наша команда мне понравилось вести совместный проект да я еще наверное не очень хороший организатор много есть недочетов я извиняюсь за какие-то ошибки какие-то пропуски нужно мне еще подучиться но в целом я думаю у нас все получилось очень хорошо я имею ввиду в том что сама организация и мы своих целей в основном то достигли я смотрю девочки очень-очень много вышли работ были девочки которые приходили в СП чтобы ну хоть просто немножечко продвинуть работу которая залежалась а в итоге работа вышивалась полностью и с интересом и с вдохновением и меня это очень-очень радует я смотрю тоже на свои работы которые вот у меня были первая работа которую я завершила это кто за кем наблюдает я ее долго-долго мучила только сделали СП она у меня завершилась и моя вторая работа на крылечке очень активно продвигается и мои львы как бы там ни было но они тоже продвигаются да тоже такая работа процесс большой но тем не менее нахожу время тоже его вышиваю еще один стимулирующий момент и факт что многие девочки завелись котами многие стали замечать в своей жизни вокруг что приходят коты и кошки ну вот я смеялась в одном из отчетов что как бы то что вышиваем к нам приходит натурой к кому то пришли щенки то есть мы вышиваем животную тему домашних любимцев и у многих эти любимцы появились и знаете что я подумала наш командный дух он все-таки работает не только каждый сам на себя но и как командный дух он работает на всех нас и поэтому происходит отображение и материальном нашем мире да и мне хочется продолжить этот эксперимент но уже продолжить на тему более серьезную тему более материальную а мне хочется сделать новый совместный проект на тему богатства и благополучия мне кажется эта тема все будет интересно потому что нет ни одного человека который бы не хотел улучшить свое материальное положение и можно нам организоваться и вышивать на тему богатства и благополучия и знаете хочется чтобы в конце этого совместного проекта мы поделились поделились но я не хочу чтобы конечно каждый рассказал сколько у него денег и квартир машин пришло в его жизнь личные какие-то моменты не обязательно рассказывать но хотя бы в общих чертах поделиться что был результат или результата не было от нашего совместного проекта простите голос совершенно садится не знаю наверное опять заболела вот и у меня есть такая идея организовать уже в следующем году может быть в конце января феврале совместный проект богатства и благополучия также девочки мне писали что интересно повышевать на тему любящие сердца на тему любви на тему хороших отношений дружеских отношений то есть то что можно в общих чертах обозначить как любовь и привязанность да и предлагают название совместного проекта любящие сердца ну и также есть еще один вариант совместного проекта это вышивать лошадей я очень люблю лошадей и с удовольствием быть повышевала лошади вышиваются на хорошую работу на успех и есть такой вот вариант вышить лошадок и сделать совместный проект под названием ветер в гриве вот мне очень интересно ваше мнение будет ли вам интересно новый совместный проект возможно я оставлю под видео три комментария с названием совместных проектов и если вы поддерживаете какой-то совместный проект ставьте там лайк пишите ваши отзывы и таким образом мы проведем небольшой опрос и я пойму нужны вам эти совместные проекты либо не нужны совместные проекты мне бы очень хотелось особенно на тему богатства и благополучия повышевать вместе и привлечь в нашу жизнь больше интересных материальных вещей вот давайте подумаем вместе пишите мне будет очень-очень интересно и потом мы подведем итоги на этом у меня все я желаю вам хорошего настроения конечно же до новых встреч и пока-пока пока-пока